Добрый вечер, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Измени свою жизнь. Мои дорогие, сегодня я отвечаю на ваши вопросы. И вопрос мне очень хороший задала Варя Верова. По поводу влияло ли в течение моего процесса похудения, если в рационе были вкусняшки, молочка. Что я могу по этому поводу сказать? Нет, моя дорогая Верочка, на мой вес это не влияло. Я практически с первого дня включала жирную молочку. Это жирные сорта сыра, это жирная сметана, жирный творог и жирные сливки. На от весы это никак не влияло. Все ровно и хорошо. Вкусняшки я делала, но я много раз говорю, что я не признаю никакие сахарозаменители, поэтому у моих вкусняшках сахарозаменителей не было. Поэтому могу сказать, что в течение года у меня все шло очень ровно и никаких последствий от того, что я использовала, допустим, жирные сливки, сметану или сыр, или делала какие-то пострепушки. Но у меня вместо, допустим, сахарозаменителей шли ягоды, либо лимон. Сейчас могу зеленое яблоко позволить. И никаких, как говорится, последствий от этого у меня не было. Поэтому могу с уверенностью сказать, в течение года это не влияло. Но мы все настолько разные, что подходит ко мне, возможно, не подойдет вам. Поэтому тут сказать, как на вас это будет реагировать, мне сложно. На мой вес это никакого влияния не имело. И то, что сейчас уходит вес очень тяжело, ну, тут, возможно, говорю, действительно, он решил, что это его вес, и ему пора остановиться. За свой день голода я отчитаю свой отчетный день, поэтому эту интрижку я отставлю до дня своего отчета. Итак, следующий вопрос. Эля Валевска задала, как интервал соблюдать. Элечка легко и просто. Вы, пожалуйста, не надо делать там один день в 6 вечера, в другой в 8 вечера. Не надо. Вы каждый день три раза в день кушайте в одно и то же время. Не надо ничего придумывать. Здесь нужно кушать в 12 часов дня, в 4 дня и в 8 вечера. И тогда все будет прекрасно. Никаких больше нарушений. Все прекрасно, вес будет уходить. Так что, Элечка, все хорошо будет. Вот, что я могу вам сказать. Следующий вопрос мне задала Светлана Радзи-Вичус. Скажите, пожалуйста, вот при интервальном вес стоит на месте. Моя дорогая Светочка, он может стоять на месте, потому что интервальное соблюдать это еще не все. Как говорится, ну не может быть только интервальное, и вы будете худеть. Вы можете соблюдать интервальное голодание, я поняла, 16,8, но при этом вы можете не соблюдать свое КБШУ. При любом виде питания, чтобы похудеть, должен быть дефицит калорий. А если вы кушаете интервально, при этом перебираете в калориях в течение дня, весы будут стоять, поэтому КБШУ соблюдать нужно обязательно. Альфира Загидулина спросила у меня вот такой вопрос. Ей трудно, значит, дневной калораж лиц соблюдать по жирам. Вы кушаете два раза. Первый вы, допустим, покушали, вы знаете, сколько грамм вы не добираете к второму приему пищу. Можно добирать и оливковыми, и семенами, и орешками, и маслом оливковым. Орешками, я уже сказала, да, авокадо и так далее. Это уже вы подбираете вечером. Тут нужно, как бы, говорится, набить опыта. Все нормально, Альфира, это несложно. Посчитайте, вот сколько вам нужно по жирам, и все будет хорошо. Чтобы набрать уже во второй прием, вы уже знаете, сколько вам нужно белков, жиров и углеводов. И добирайте вот такими мелкими семенами, орешками, маслом оливковым, авокадо и так далее. Так, следующий вопрос куда-то у меня ушел. Но сейчас мы продолжим. Мои дорогие, вопросов очень много я не выставляла. Видео много, ну, немного, два дня я не выставляла. Поэтому я сегодня, как бы, вам отвечаю чуть-чуть с опозданием. Танечка Кирша, я вам рассчитала ваш колораж. Ну, пожалуйста, девочки, вы вот спрашиваете у меня рассчитать КБЖУ. Я вам рассчитываю на кетокалькулятор, и вы должны это понимать. Если у вас другой режим питания, пожалуйста, пишите. Потому что, если у вас другой вид питания, этот расчет вам просто не подойдет. Это же у меня просила Леночка Савина. Я вам спросила, какая у вас активность. И, пожалуйста, напишите, какой у вас режим питания. Я считаю вам на кетокалькуляторе. Если у вас другой вид питания, этот расчет вам просто не подойдет. Мои хорошие, пишите, задавайте вопросы. Я отвечаю всегда, даже если с опозданием. Отвечаю и под видео, и в видео вам. Спасибо за теплые комментарии. Я вижу, у нас новички появились, и пишут очень теплые, хорошие комментарии, которые мне, конечно, как любому человеку, очень приятны. Мои дорогие, сейчас очень, конечно, сложная обстановка, и я вам хочу всем пожелать здоровья, берегите себя, и только здоровья. Пишите, задавайте свои вопросы, пишите свои комментарии. Дорогие мои гости канала, если вы еще не подписаны, не забудьте подписаться. И все мои дорогие, не пожалейте поставить лайк. А пока, пока-пока.